Москва, Ленинград и многие другие города Советского Союза полвека назад могли пополнить трагический список, в котором уже были Хиросима и Нагасаки. Стали известны подробности секретного плана Пентагона, который в далёком 59-м одной из главных своих целей выбрал СССР. Ядерные удары тогда на полном серьёзе рассматривались как эффективный способ уничтожения огромного количества людей. Анатолий Лазарев подробнее. Более полувека эти страницы с грифом «Совершенно секретно» были одной из самых охраняемых гостанин США. Документ называется «Исследование необходимых условий для атомного оружия на 1959 год». В нём американские военные прописывают, на какие объекты они должны сбросить ядерные бомбы, если начнётся война с СССР. В общей сложности 800 страниц. Пентагон наметил себе цели не только в Советском Союзе, но и в Восточной Европе и Китае. Например, в Москве ядерными взрывами американцы планировали уничтожить 179 объектов. В Ленинграде — 145. Цели в списке зашифрованы. У каждой есть лишь код, с помощью которого можно вычислить её географические координаты. Точные названия и адреса объектов содержатся в так называемой энциклопедии бомбардировок. Но её Национальный архив США не рассекретил. Подобный документ обнародуется впервые. Американские журналисты, изучив перечень, ужаснулись. Категория целей номер 275 для ядерной атаки вызывает леденящий ужас. Она называется просто «население». При ядерной атаке потери среди мирного населения неизбежны. Но в документе речь идёт о его целенаправленном уничтожении, подчёркивают эксперты. Приоритетные цели в списке силы ВВС, потом промышленная инфраструктура, затем мирное население. В этом и есть суть стратегии сдерживания. Причём не только в годы Холодной войны, но и сейчас. Это угроза уничтожения крупных городов противника. В этом контексте важна гибель людей. Стратегию сдерживания и морального подавления противника с помощью ядерного оружия американцы уже опробовали в Хиросиме и Нагасаке. И доработали. В Хиросиме и Нагасаке ядерные взрывы произошли на высоте примерно 500 метров над землёй. Часть радиоактивного загрязнения ушла вверх. Рассекреченный сейчас план предусматривает намного более мощные взрывы непосредственно на земле. А в этом случае радиация могла бы накрыть ещё и огромную часть Европы. Какие цели значатся в современных американских списках, неизвестно. Должно пройти ещё полвека. Но настрой американских политиков не считаться с потерями мирного населения изменился не сильно. Например, вот как сенатор и республиканец Тед Круз, баллотирующийся на пост президента США, предлагает бороться с боевиками в Сирии и Ираке. Мы будем утюжить их ковровыми бомбардировками до тех пор, пока не добьёмся их забвения. Я не знаю, светится ли песок в темноте. Вот и узнаем. Ковровые бомбардировки станут ещё эффективнее, когда на вооружение поступит новая ядерная авиабомба Б-61-12, испытания которой, без боезаряда, прошли недавно на полигоне в Неваде. Она одна способна заменить четыре устаревших модели Б-61. Её особенность — в хвостовом оперении, которое делает бомбу управляемой и более точной. Раньше бомбу сбрасывали с парашютом. Для этого необходимо было пролететь точно над целью. Теперь самолёт сбрасывает заряд с большой высоты издалека, и бомба планирует в сторону цели на протяжении многих километров, подруливая, если необходимо. По словам Ханса Кристенсена, с 2020 года США планируют поставлять Б-61-12 на европейские базы. Управляемые ядерные авиабомбы появятся в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. Все понимают, что нет никакой военной необходимости размещать в Европе ядерное оружие. Потенциал США позволяет решить все вопросы со своей территории. Это не военный вопрос, а политический. Появление Б-61-12 в Европе может нарушить стратегический баланс сил. Москва официально заявила, что готова принять контрмеры для восстановления паритета. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Роман Гусь. Первый канал. США.